В эфире «Наше время» в студии Анна Нищенко. Здравствуйте! И далее о главных событиях. Глобальный саммит мира. Главы государств и правительств со всех континентов съедутся 15-16 июня в Швейцарию. Какие цели? Россия выпустила по Украине более 300 ракет, почти 300 шахедов и более 3000 управляемых авиабомб. И это только в течение одного месяца апреля. В очередной раз Кремль ударил и по Одессе. Было очень громко. Это один из самых громких взрывов, которые я слышал и, надеюсь, больше не услышал. Новые санкции в отношении страны-агрессора. Под ограничения США попали иностранные компании, которые помогают России обходить запреты и закупать оборудование за границей. Слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Силовики разгоняют протестующих против законопроекта об иноагентах в Грузии. Но митинги набирают обороты. Мы не собираемся терять нашу силу и терять наш драйв. Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, к участию приглашены главы государств и правительств со всех континентов. Предполагается, что саммит станет платформой для обсуждения путей достижения справедливого и прочного мира для Украины, основанного на международном праве. Саммит мира глобальный саммит. Есть уже конкретное распределение по чиновникам и другим представителям нашего государства, которые будут работать на тех географических направлениях, откуда еще нужно привлечь лидеров. Сейчас на днях мы вместе со Швейцарией завершили отправку приглашений на саммит. Конкретные даты саммита 15 и 16 июня. Это будет первый этап, фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира. Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников на саммит в Швейцарии для соответствующей коммуникации. Следует также понимать и то, что Путин попробует и разными манипуляциями и силой ударов своих террористов, попытается сорвать эту работу, наши усилия попытаются ослабить украинские позиции. Все наши позиции и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере должны быть сейчас одинаково сильными. Чтобы нам давить и приближать наши результаты, оккупанты должны упустить возможность давить и приобретать что-то для себя. Так что наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами – все это должно работать вместе и будет работать. Швейцария официально пригласила на всемирный саммит мира, который состоится в июне этого года, более 160 делегаций. Среди них члены G7, G20, BRICS, другие страны со всех континентов, а также представитель ЕС, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. А также двух христианских центров – Ватикана и Вселенского патриархата Константинополя. Россия пока что не приглашена. Однако полный список государств-участников будет обнародован лишь незадолго перед началом конференции. Украинскую формулу мира президент Владимир Зеленский презентовал онлайн на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, который проходил 15 ноября 2022 года. Реализация ее 10 пунктов, говорил Зеленский, позволила бы достичь справедливого мира в Украине, обеспечить адекватное наказание агрессора и сделать невозможной новую вспышку конфликта. Украинская формула мира подразумевает радиационную и ядерную безопасность, продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, а также освобождение всех пленных и депортированных, в том числе украинских детей. Кроме того, выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Также вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию окончания войны. Президент Польши Анджей Дуда назвал вопрос евроинтеграции Украины одним из приоритетных во время председательства Варшавы в Евросоюзе в первой половине 2025 года. Он также заявил о приверженности делу восстановления Украины, которое, подчеркнул он, сможет отразить агрессию России. Польский лидер отметил необходимость поддержки процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдовы и стран Западных Балкан. Нашим приоритетом в следующем году во время председательства будет как можно быстрее сделать эти страны полноправными членами ЕС. Мы хотим помочь. Мы считаем, что все наше сообщество должно участвовать в процессе восстановления Украины, чтобы она снова стала государством, которое быстро развивается, эффективным государством, обеспечивающим богатую жизнь своим гражданам. Анджей Дуда, президент Польши. И заявление по случаю 20-летия вступления Польши в ЕС. Российская армия в очередной раз нанесла удар по Одессе, используя баллистику. Под прицелом путинских террористов оказались складские помещения одного из украинских почтовых операторов. В результате удара 13 человек получили ранения. Часть из них до сих пор находятся на лечении. О подробностях атаки расскажут наши корреспонденты. 1 мая около 10 часов вечера российская армия атаковала Одессу баллистикой. После ракетного удара в одном из почтовых терминалов начался пожар. Огонь уничтожил более 15 тонн товаров, находящихся на складе. К счастью, все сотрудники терминала успели спуститься в укрытие, что помогло избежать жертв. Кроме самого терминала пострадали соседние здания в одном из густонаселенных районов города. Было очень громко. Это один из самых громких взрывов, которые я слышал и, надеюсь, больше не услышу. Когда началась тревога, я смотрел начало футбольного матча. После первого взрыва я побежал в коридор, второй меня догнал в том же коридоре. От удара также пострадали пожарная часть и жилые дома. Полностью был уничтожен спортивный комплекс, где накануне занимались легкой атлетикой дети и взрослые. Гимнастичный зал. Гимнастический зал пострадал. Все люди успели выйти отсюда. Он работал, в него ходили дети и очень много было детей. Пожарным потребовалось более 10 часов, чтобы ликвидировать пожар. Тушение осложнялось спецификой грузов. На складах хранилось много дерева и пластика. Сложность в тушении таких пожаров в том, что был сигнал воздушной тревоги. Пожарные находились в безопасном месте и огонь распространялся в тех местах, где пожар уже был локализован. В целом в тушении пожара принимали участие 68 спасателей. От удара пострадало 13 жителей Одессы. Большинство из них получило ожоги легкой и средней тяжести. Всего за последние трое суток от ударов баллистическими ракетами по Одессе пострадало более 50 человек. 8 мирных жителей города погибло. Российские оккупационные войска ударили управляемой авиабомбой по Дергачам Харьковского района. Удар пришелся в частности по спортивному клубу, где занимались дети. По предварительной информации, 8 детей пострадали. Все возрастом от 9 до 15 лет. Также ранение получил 75-летний мужчина. У пятерых детей состояние средней тяжести. В течение апреля Россия выпустила по Украине более 300 ракет, почти 300 шахетов и более 3000 управляемых авиабомб. Такие данные озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что жители Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей, а также Николаева и Херсона, страдают от российского террора ежедневно. Тысячи жизней удалось спасти благодаря помощи союзников, которые поддерживали воздушный щит Украины, а также усилили санкционное давление против военной машины врага. Но много жизней, к сожалению, забрано этими ударами, и только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. Российские силы запускают дроны-камикадзе по позициям ВСУ с территории, захваченной Запорожской АЭС. Украинская разведка предоставила видеодоказательства того, как российский ФПВ-беспилотник пролетает над энергоблоками из АЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые систематически подвергаются атакам оккупантов. Видео с российского ФПВ-дрона ГУР получила с помощью радиоэлектронной разведки. На кадрах заметна маркировка, указывающая на то, что беспилотник поставляла Минобороны России. Военно-морские силы ВСУ приняли на вооружение два патрульных катера, которые представила Эстония. Они получили название «Ирпень» и «Рени». Украинские военные провели ритуал поднятия военно-морских флагов. В церемонии приняли участие командующие ВМС, вице-адмирал Алексей Нишпапа и делегация во главе с командующей ВМС Эстонии, коммодором Юрий Саско. Также участники почтили память погибших. Управление контроля за иностранными активами Минфина США расширило санкции в отношении Российской Федерации. В частности, под ограничения попали авиакомпания «Победа», автозавод «Урал», заводы «Протон» и «Брянский автомобильный», а также 48-й исследовательский институт российского Минобороны и 16 морских судов. Кроме того, в новый список санкций США вошли компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ. В Минфине подчеркнули, что они обоснованно подозреваются в том, что помогают Москве обходить ограничения и закупать оборудование за границей. В целом, санкции ввели в отношении 29 физических и более 250 юридических лиц. Ищут альтернативы и переплачивают за отпуск. Граждане России после вторжения Путина в Украину больше не могут свободно перемещаться между странами и выбирать курорты. Кремлевские власти предлагают посещать Северную Корею и временно оккупированные регионы Украины. Довольны ли россияне этими новыми возможностями и какие еще трудности на пути к заветному отдыху их ждут? 175 стран мира были открытыми для россиян до начала полномасштабного вторжения Путина в Украину. Теперь граждане РФ оказались в частичной изоляции. Власти сразу трех стран Европейского Союза, с которыми граничит Псковская область, ужесточили санкции против России. Также ряд европейских стран закрыл свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. К ним присоединились США и Канада. Долететь туда можно, сделав пересадку в Объединенных Арабских Эмиратах или Турции. Но не всегда. Пассажирам из России начали отказывать в посадке на борт. Эти проблемы, к сожалению, не заканчиваются, а лишь набирают серьезные обороты. Совсем недавно я вам рассказывала о трех девушках, которые купили себе путевку в Мексику с вылетом из Стамбула, которая стоила несколько миллионов рублей. Проблема становится настолько масштабной, что к решению вопроса уже подключаются дипломаты. В эпицентре скандала оказался и российский турист, летевший в Мексику на концерт. Его развернули, проверив паспорт. Увидев российский паспорт, не только у меня, а еще и у других туристов наших, просто сказали, что вам отказано. Документы не стали проверять вообще. Ни разрешения на риет, ни брони, ничего. Даже не прикоснулись к моей папке с документами. Вместо отдыха в Европе и США российские власти предлагают гражданам посещать курорты Северной Кореи. Первая группа туристов из России отправилась в поездку в Северную Корею. Уже есть и первые отзывы отдохнувших в КНДР. Как только ты заходишь в самолет, ты сразу ощущаешь, что такое Северная Корея. За тобой следят просто, постоянно, нон-стоп. Я уже четвертый день в Северной Корее. Меня подстригли одной из причесок рекомендованной партии местной коммунистической. За нами происходит постоянно слежка, даже на склонах горнолыжного курорта. Еще одно предложение от российского правительства – отдых на оккупированных территориях Украины. Взрывы, взрывы, взрывы в центре города. Вот что-то горит. Это Севастополь. Для вооруженных сил Украины военные объекты на оккупированных территориях – законные цели, как и логистические цепочки противника. Неприятности участились и из-за поломок самолетов. Нередко рейсы задерживают или переносят, что способно испортить впечатление от отпуска, жалуются граждане России. Сейчас вот смотрим новости, пишем туроператору, куда обращаться и сколько мы тут еще проживем в Иркутске. То есть дети разболелись, проспали на сквозняке. Я сейчас вот иду с аптеки, накупили лекарства, опять детей лечить надо. И как дальше там с авиакомпанией будет, я не знаю. У нас уже все мысли просто об отмене рейса и ехать обратно домой. Также страны прекращают работу с российской банковской системой «Мир». Этими картами уже нельзя расплатиться в Армении, Кыргызстане, Узбекистане и Турции – популярных направлениях среди россиян. Готовность фортификационных сооружений в приграничных регионах, а также направление активных боевых действий и ситуация в целом на фронте. И еще поставки оружия от западных партнеров и производство дронов и средств РЭП. Такими были главные вопросы сегодняшней ставки верховного главного командующего Украины Владимира Зеленского. Ну и подробнее о ситуации на фронте, что происходит, смотрите в сводке Генерального штаба Украины ВСУ. 106 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб вооруженных сил Украины. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Авдеевском направлении. Российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов Архангельская и Новопокровская Донецкой области. Боевые действия дошли до черты города Часов-Яр Донецкой области. Там остается меньше 700 жителей, сообщают в городской военной администрации. Идет борьба за контроль логистических маршрутов. Тем временем в сети появилось видео разрушенного города, который после постоянных российских обстрелов превратился в руины. Относительно Часов-Яра, то там российские оккупационные войска после того, как не смогли решить, например, вопрос с Ивановским, полностью закрыть его, попытались его обходить с севера. Они вынуждены сейчас штурмовать в лоб восточной окраины самого Часов-Яра. Не получают этого какую-либо результативность. Кроме того, российским оккупационным войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино на Авдеевском направлении. ВСУ ввели резервы для стабилизации. Ситуация контролируется. Ситуация такова, что противнику удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Одна часть, которая находится под контролем противника, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Там продолжаются тяжелые бои. ВСУ контролирует эту ситуацию. Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в эфире марафона «Едыни-Новыны». У них происходят местные штурмы, постоянные валы. Они используют сейчас резервы, которые у них были до того. То, чем сейчас россияне наступают, это в основном резервы. Но это еще и делается, поскольку они прекрасно понимают, что как только произойдет пропорциональное насыщение всей линии боестолкновений со стороны сил обороны Украины вооружением, которое отправляется нам нашими партнерами, как только мы восстановим свои возможности по ведению эффективной обороны, их местные штурмы им ничем не помогут. В то же время бойцы ВСУ, которые действуют на участке фронта в Донецкой области, пресекли очередную попытку российских оккупантов прорвать украинскую оборону. Шторм был остановлен. Захватчики понесли потери в личном составе и технике. Минус легкий бронированный многоцелевой транспортер, а за ним десант. Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады с минимальным расходом снарядов отработали сразу по жирной цели и сожгли бронетехнику. Как результат, противник уничтожен. Штурм провален. Битва продолжается. И сообщение 47-й отдельной механизированной бригады в Facebook. Еще один шторм успешно отразили украинские десантники с помощью беспилотников. Противник пытается давить, но получает достойный отпор и несет колоссальные потери. В свою очередь, ВСУ показали, как работают на том же Авдеевском направлении. Украинские военные уничтожают российских оккупантов вместе с бронетехникой, в частности, при помощи БМП «Брэдли». Еще одно видео уничтожения россиян на фронте показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На кадрах видно, как вооруженные силы Украины метко и точечно бьют по позициям и технике российских оккупантов на разных направлениях фронта. Непрерывная боевая работа сил обороны Украины. Враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, в Телеграм. А на Сумском направлении силы специальных операций Украины поразили третий за неделю российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В результате была уничтожена пускозаряжающая установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса была повреждена. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года составили 470 800 военных. За сутки были ликвидированы еще 1030 российских оккупантов. Также силы обороны Украины уничтожили 20 танков, 29 боевых бронемашин, 20 арт-систем и 4 системы ПВО. Кроме этого, украинские военные сбили 23 БПЛА россиян и уничтожили 57 единиц автомобильной и спецтехники. В НАТО недовольны враждебными действиями России на территории стран Альянса и обещают на это ответить. Члены Североатлантического блока выразили глубокую обеспокоенность гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса. Там также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию выполнять свои международные обязательства, так же, как члены Альянса выполняют свои. Кроме того, НАТО уже выдвинуло обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию. Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в частности, на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции. Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать свои действия. Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины. Из заявления НАТО. Ответственность за недавние сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря несет Россия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. По его словам, есть масса свидетельств того, что глушение сигнала происходит из-под Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда. Мы знаем, что Россия глушит сигнал GPS с самого начала своей агрессии в Украине. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной в нашем регионе. Если мы посмотрим на действия России, эта атака на GPS является частью гибридной акции, которая разрушает нашу жизнь и нарушает все возможные международные соглашения. Маргус Цахна, министр иностранных дел Эстонии, в публикации издания BILD. Третью неделю в Грузии продолжаются протесты против законопроекта об ограничении иностранного влияния. 1 мая закон одобрили в грузинском парламенте во втором чтении, несмотря на осуждения со стороны международных партнеров и мощное сопротивление внутри страны. Столкновения митингующих и полиции становятся все жестче. Силовики стали применять по демонстрантам водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Все подробности далее. В день голосования грузинского парламента за скандальный законопроект об иноагентах на улице Тбилиси вышли десятки тысяч людей и сказать свое «нет» антидемократическому документу. Протесты в стране идут уже третью неделю. Впрочем, партия власти «Грузинская мечта» остается непреклонной. Большинство в парламенте позволило ей одобрить закон во втором чтении. На втором слушании закон был принят, что абсолютно нелепо и глупо поступать в этой ситуации прямо сейчас, когда вы видите здесь такое количество людей. И мы будем стоять до конца, до самого конца. Мы не собираемся терять нашу силу и терять наш драйв. Это то, чего мы боимся больше всего – отравление газом, избиение или потери страны. И мне кажется, что мы сейчас до смерти напуганы тем, что отдали страну России и правительству предателей. Протесты будут продолжаться. Будет третье слушание. Будет процесс преодоления президентского вета. И сюда придет еще больше людей. И у этого правительства нет шансов остаться у власти. У нас выборы в октябре. Они могут закончить свои полномочия. Крупнейшая антиправительственная демонстрация 1 мая постепенно переросла в столкновения митингующих с полицией. Грузинские силовики в попытках оттеснить протестующих от здания парламента применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а в отдельных случаях водометы, резиновые пули. В ходе столкновений по меньшей мере пострадали 15 человек. Президент Грузии Саламе Зурабишвили осудила жестокие действия. МВД и обратилась к своим сторонникам. Оставьте в покое двери парламента. Там больше ничего не происходит. Этот закон уже принят во втором чтении. И наша борьба – это уже практически не этот закон. Наша борьба – это выборы и отмена всех законов, которые недавно были приняты правительством и которые уводят нас от европейского пути. Саламе Зурабишвили, президент Грузии в соцсети ИКС. Силовой разгон протестующих осудили также в ЕС и США. Западные партнеры Грузии в который раз подчеркнули, что законопроект об иностранном влиянии написан в российском духе и, как и в России, может использоваться грузинскими властями для подавления накомыслия и ограничения свобод гражданского общества. Вместе с тем отзывать законопроект грузинские власти не собираются. Финальное третье чтение, вероятнее всего, пройдет 17 мая. После этого президент Грузии Саламе Зурабишвили, как и обещала, наложит вето. Документ вернется обратно в парламент. В Китае разработали аналог российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Власти КНР уже показали видео ее использования. Впервые китайцы показали свою разработку в ноябре прошлого года во время международного авиашоу. По данным СМИ, основой для нее стала тактическая баллистическая ракета, как и в случае с «Кинжалом». При этом ракета использует активную радиолокационную головку, что позволяет применять ее для ударов по кораблям. Но характеристики такой ракеты власти Китая пока не раскрывают. Правительство Норвегии предложило увеличить расходы на вооруженные силы на 7 миллиардов крон, после чего страна в этом году достигнет расходов на оборону на уровне 2% от ВВП. Премьер-министр страны рассказал, что инвестиции в армию будут касаться, среди прочего, приобретения средств противовоздушной обороны. С тем, что мы анонсируем сегодня и анонсировали ранее в апреле, Норвегия достигнет целевого показателя НАТО на уровне 2% ВВП с середины 2024 года. Достижение цели в 2% ВВП важно для того, чтобы показать нашим союзникам, что мы являемся надежной страной НАТО, что мы укрепляем нашу оборону и нам можно доверять. Йонас Гарстера, премьер-министр Норвегии. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харьковской области разрушены 27 мостов. Строительные работы по их восстановлению начались сразу после деоккупации территорий. Сейчас ремонтируют 12 мостов в разных частях региона. Чтобы восстановить все сооружения, необходимо около 8 миллиардов гривен, сообщают в службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. О том, как продвигается ремонт на одном из самых стратегических путепроводов, соединяющих Харьков и районные центры, смотрите в репортаже Натальи Белокудри. Это один из 27 разрушенных мостов в Харьковской области. Большинство из них было подорвано россиянами, когда они бежали от наступающих украинских сил обороны осенью 2022 года. Однако у этого моста другая история. Чтобы разорвать логистику противника и не дать ему возможности форсировать Северский Донец, несколько опор моста подорвали наши пиротехники. На початку полномасштабного вторжения. В начале полномасштабного вторжения Российской Федерации, для того, чтобы прервать их логистические цепочки и сделать невозможным их наступление, нашими ребятами был выполнен контролируемый подрыв трех искусственных сооружений на этом направлении. Я уже говорил, наши ребята взрывали мосты аккуратно, с нежностью, если можно так сказать. Если взять этот мост, то здесь было разрушено только два пролета. Эффект был достигнут, но основная часть моста устояла. Как только Харьковскую область освободили для транспорта, здесь установили временную переправу, объездной мост, и начали демонтаж разрушенных конструкций. Инженер Сергей Надеян отвечает за качество выполненных работ на объекте. Мостостроением он занимается уже 30 лет. Говорит, это самый молодой мост в Харьковской области. Его построили в 1993 году. Сейчас здесь выполняют один из самых ответственных этапов. Чтобы сохранить несущие конструкции, их укрепляют специальными материалами. Вот где идет пыль, это происходит очищение от старого бетона пескоструй. После очистки будет наноситься материал сика двумя слоями, плюс нанесение сетки еще. После чего произойдет окраска. Каждый день над восстановлением моста трудится команда из более чем 20 человек. Половина из запланированного уже сделана, говорят строители. До конца года здесь установят монолитную плиту, отремонтируют опоры и балки. А также оборудуют тротуарную часть. Конечно, мы все демонтировали, все будет новое. Все будет новое. Гранитный бордюр, тротуар, захосни покрытия, безопасное перильное ограждение, барьерное ограждение. Этот мост – один из самых больших в регионе. Его длина почти 400 метров. Общая стоимость ремонта составляет 559 миллионов гривен. Открыть движение тут планируют в 2025 году. Средства на его ремонт выделяют иностранные партнеры. Это кредитные средства, предоставленные международными кредитными институтами. Это не государственный бюджет. Оно, конечно, идет в государственный бюджет, потом идет субвенция к нам. Но это средства международных партнеров. И мы делаем все так, чтобы, когда международные партнеры захотели проверить, куда пошли их средства, мы смогли показать высокое качество выполненных работ. По данным Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, до конца 2024 года в Харьковской области планируют ввести в эксплуатацию 12 мостовых переходов на дорогах государственного значения. Актуальные новости всегда доступны в телеграм-канале Freedom. Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране и переходите по ссылке, чтобы оставаться в курсе самого важного. Ну а мы в этом выпуске ставим точку. Далее эфир продолжат мои коллеги Каролина Король и Денис Пахила. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин